Рок-музыка Я постоянно отвечаю всем этим специалистам, в кавычках, и многим из них даже задаю вопрос. Друзья, может быть, вы расскажете мне несведущему, что же такое хард-рок? Но после этого моего простого вопроса, умники, как правило, на прощание оскорбляют меня и навсегда исчезают во времени и пространстве. И вот на днях очередной умник с ником 8bittype0671games под последней рекламой нашей рок-группы, где я в клоунском наряде, начал поучать меня рок-музыке и написал мне дословно следующее. Чувак, ты просто загугли, что такое хард-рок, а потом используй это слово, и все вопросы отпадут. Зная из опыта общения с подобными рок-специалистами, что они сразу же исчезают после моей просьбы объяснить мне Горемычному, что же такое хард-рок, я, чтобы его не спугнуть, пообещал ему тысячу рублей, если он даст мне определение хард-рока. И, как обычно, я это сделал в стихах. Сынок, ты даже не догадываешься, насколько ты далекий, ты даже представлений не имеешь, что такое рок. Если ты дашь мне точное определение хард-рока, я перечислю тысячу рублей тебе, дружок. И вы знаете, это сработало. Этот очередной выдающийся рок-специалист прислал мне откуда-то вычитанный им набор общих слов. Зачитаю их вам. Хард-рок, английское хард-рок, дословно тяжелый рок или жесткий рок. Жанр рок-музыки, характеризующийся выделенной ролью ритм-секции, главным образом бас-гитары и ударных инструментов. Композиции этого жанра часто построены на риффах в фигурах с размером 4 четверти. Как вы видите, уважаемые любители рок-музыки, эту ни о чем не говорящую галиматью написал такой же рок-спец, как и наш герой. Тот, кто писал эту галиматью, не знает даже того, что хард-рок это не жанр, а музыкальный стиль. Так же, как не знает, что ритм-секция это и есть бас и ударные инструменты, без всяких главных образов. Но нашему герою, видать, очень понравилась эта писанина. Видать, звучит она для него очень убедительно. Поэтому он и прислал ее мне. Он же не знал, что профессор Волочук СД прочел, наверное, всю литературу в нашей стране, в которой хотя бы намек есть на какие-то теоретические размышления по поводу рок-музыки. Он же этого не знал. Он же хотел как лучше и профессора Волочука подучить, и тысячу рублей срубить по легкому. Поэтому он и прислал мне эту дурилку картонную. Тогда я опять аккуратненько, по-интеллигентному, чтобы не спугнуть этого специалиста, спросил его, а чем же тогда хард-рок отличается от хард-кора, метал-кора, трэш-метала, дэд-метала, прочих металлов, рок-н-ролла, диско, ритм-н-блюза, рэпа, панк-рока, да той же тяжелой попсы. Ведь там тоже везде выделена роль ритм-секции. И композиции также зачастую построены на риффах с размером 4 четверти. И вообще, практически вся современная музыка построена на размере 4 четверти и на выделенной роли ритм-секции. Но больше из него вытянуть ничего не удалось. Все-таки я его спугнул. Поэтому сразу же после моего вопроса очередной великий специалист принял решение резко отваливать и напоследок произнес следующие милые слова. Получается, дед слился без пруфов. Тогда я в надежде, что все-таки смогу удержать в дискуссии этого редкого специалиста, поднял ему ставку до 5 тысяч, чтобы он уточнил свое определение. Но было поздно. Очередной великий спец исчез навсегда. Поэтому мне остается только вдогонку по-гоголевски спросить у него. «Ну что, сынку, помогли тебе твои википедии!» Но я в любом случае благодарен этому человеку за то, что он первым из многочисленнейших умников и величайших специалистов в области рок-музыки снизошел до ответа Волочуку СД и прислал мне хоть какой-то набор слов. Поэтому, уважаемые 8-BitType-0-671-Games, я готов отправить вам тысячу рублей за то время, которое вы потратили на изучение Википедии. Даже при том, что вы не смогли дать мне определение хард-рока. Присылайте номер своей карты. Что я еще хочу добавить, уважаемые любители рок-музыки? Помимо прекрасного развлечения, которое устроил мне перед сном 8-BitType-0-671-Games, эта интеллектуальная переписка показала мне, что все-таки даже при небольшом материальном стимулировании великие рок-специалисты сразу не сбегают. И мне пришла в голову неплохая идея, которая как раз ложится в русло того, что я сейчас завершаю свою книгу о стилистике рок-музыки. Может быть, мне удастся сделать там целую главу о теоретических заблуждениях относительно сущности рок-музыки, которые гнездятся в головах всяких любителей хэви-метал-попса-репа-шансона или барда-рока-попса-репа-шансона, и которые твердо убеждены, что они слушают или играют не разностильную мерзкую эклектику, а настоящую чистой воды рок-музыку. Я думаю, что такая глава в книге будет представлять собой интерес, особенно для психиатров. Ведь, по их мнению, именно письменные рассуждения пациента лучше всего говорят о степени отклонения его представлений о мире и самом себе от реальной действительности. И мы с вами, уважаемые любители рок-музыки, также сможем увидеть степень отклонения представлений о роке у моих критиканов и хейтеров от того, чем же рок является на самом деле. Поэтому я решил объявить конкурс с материальным призом. Для победы в нем надо будет просто дать теоретическое определение хард-рока. Конкурсное условие будет звучать так. Кто первым даст под этим моим постом точное определение музыкального стиля хард-рок с указанием конкретных критериев этого стиля, которые позволяют безошибочно идентифицировать музыкальное произведение как относящееся именно к стилю хард-рок. Тот получит от профессора Волощука С.Д. премию в размере 100 тысяч рублей. И его ответ войдет в одну из глав будущей книги профессора Волощука о стилистике рок-музыки. Прием ответов с теоретическими определениями стиля хард-рок будет осуществляться до конца августа 2021 года. Подведение итогов в течение недели. Вот такой вот конкурс. Но зная наперед, что мои самые преданные поклонники, всякие хейтеры и критиканы такого определения дать не смогут, ну, либо будут присылать мне выдержки из Википедии, то я приглашаю поучаствовать в конкурсе профессиональных музыкальных критиков, музыковедов и вообще всех желающих любителей рок-музыки. Но я специально еще раз подчеркну. В определении должны быть указаны точные критерии именно хард-рока, позволяющие безошибочно идентифицировать музыкальное произведение как относящееся к стилю хард-рок. Ну вот, на сегодня все. До свидания, друзья! Дерзайте! Субтитры создавал DimaTorzok